Дорогие друзья, всем привет! Всех приветствую на нашем ночном формате Midnight Loft Online. Сегодня в нашей импровизированной студии замечательный гость, участник сразу двух моих проектов. Это Loft Philharmonia и Metro Concert Art. Эмманули Римольди, это замечательный итальянский пианист, с которым я познакомилась, наверное, лет 10-11 назад уже. Это мой замечательный друг, человек, которого я безгранично уважаю и очень рада, что он присоединяется к нашему челленджу. Замечательные музыканты не заканчиваются, все они находятся в разных точках мира. Эммануль находится в Милане, и поэтому мы сможем сегодня узнать, как ситуация на самоизоляции, в том числе там, на каком сейчас вообще, в каком виде, на какой отметке находится культура и искусство, какие лайфхаки они придумали для того, чтобы, так сказать, успешно выживать в этом странном временном промежутке. Вот, всем привет, ребят! Я напоминаю, что Loft Therapy это наш замечательный хэштег, и мы сегодня можем опять с вами насладиться замечательным чаем, прекрасной компанией, зарядиться хорошей энергией. И вот через несколько буквально мгновений Эммануль к нам присоединится. Ну, а пока я напоминаю, что Midnight Loft Online уже немножко вышел за пределы просто онлайна. Я из этого сделала сериал. Сериал, который я исправно выкладываю в IGTV, да, так называемым сериалем, и на YouTube. Сейчас у нас надо, наверное, сделать несколько таких вот небольших махинаций для того, чтобы все-таки пригласить нашего участника. Это будет не так просто сделать, но я попытаюсь. Так, как сохранить эфир? Ну, есть несколько таких хакерских моментов для того, чтобы его сохранить. Это скорее в личку, а то меня забанят. О, привет! Работает. Работает. Очень рада тебя видеть и слышать. Ты меня хорошо слышишь? Нормально, да. Чуть-чуть, подожди. Это немножко трудно, как всегда. А можно ли посмотреть сообщение? Или можно? Не знаю. Работает? Работает, все нормально, да. Комментарии будут в твоем окне. Да. Потом, когда я сохраняю эфир, комментарии... А, ладно. А тогда я вижу все время. А, окей, окей, окей. Окей, далеко, далеко. Имануэль, если у нас будут вопросы от зрителей, я буду краем глаза читать. Естественно. Да, ну ты тоже можешь читать. Самое главное, дорогие друзья, мы решили, что мы сегодня половину эфира проведем на русском языке. And half in English. Абсолютно. Да, да. Сначала для разогрева на русском. Да, конечно, да. Если я успею, не знаю, я уже что-то забыл. Нет, Имануэль прекрасно говорит по-русски. Вот это он прибедяется. На самом деле, первый вопрос, на него точно сможешь ответить. Как твои дела? Как дела в Милане? Как поживает твоя самоизоляция? Нормально. Что ты делаешь? Ты занимаешься, у тебя есть собака, ты выходишь погулять, я знаю, на 100 метров. 200 метров, ну, как у нас есть. Не знаю, у вас даже меньше, как я слышал, но 100 метров. У нас 100 метров до ближайшего магазина, то есть до супермаркета. Окей, но здесь всегда 200 метров, но в принципе, как сказать, у меня не так трудно жить в таком состоянии, потому что у меня всегда была жизнь такая, у меня дома, я такой человек просто. И, скажем так, что, ну, конечно, Мир, это моя собака, Мир Шнауцер, он, конечно, хочет очень много гулять, и я не могу сходить в парки просто потому, что парки закрыты, как в Москве. И поэтому, конечно, это большой минус для ему, для меня это все нормально. Ну, просто я, конечно, в это время я не занимался на фортепиано. Ты думаешь, что наоборот, конечно, я должен заниматься больше, но я не занимался, потому что у меня был концерт в Японии, но я все, конечно, это все было удалил, все. Отменил, отменил, да, 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 ну, отменил даже перед, перед этот новый налог, и поэтому я не хотел просто, у меня было нет настроения, но я начал сочинить, и это было вообще новое поколение, скажем так. Я поясню для аудитории, на самом деле у Имануэля эксклюзивная ситуация, потому что Имануэль заканчивал Миланскую консерваторию не только как пианист, у тебя много опций, правда ведь, расскажи. Композиция у тебя тоже была, ты умеешь это делать, и ты умеешь импровизировать, я знаю хорошо. Да, но я не люблю просто делать, я умею, но не люблю, но что мне очень важно, это всегда думает как композитор, когда играют произведения другие композиторы, но знаешь, когда играешь Шопен, и ты видишь Шопен на твою глаза, да, понимаешь? И это, я думаю, очень важно всегда, когда играешь каждое произведение, потому что мы должны быть всегда очень критичными, но. И поэтому мне было интересно еще что-то написать. Кстати, я думал о русской опере, это была, я думал, что это фантазия на оперу Римский-Корсакова «Золотой потушок», которую ты очень хорошо знаешь. Я очень люблю эту музыку, ты знаешь, это одна из самых моих любимых опер, а мы с тобой, кстати говоря, вместе ходили на эту оперу, помнишь? Ну, точно, точно, в маленькую сцену. Да, так что у меня тоже очень хорошее запоминание на эту оперу, и тоже я вспомнил, когда я был в Тихене, это было около Питера, когда, где он родился, и не знаю, это было там очень красивый монастырь, очень, было очень много снега, и мне очень понравилось, и просто я думал, давайте, давай сделаем этот Майкл произведение, и если получится хорошо, ну, я надеюсь, что получится нехорошо, но нормально, скажем так, я его буду исполнить в Японии в октябре, если все будет хорошо с вирусом, конечно. Мануэль, если с вирусом, все будет плохо, если его... Это точно, да, плохо точно будет. Наверное. Мне очень интересно твоя вот эта вот композиция и новое произведение, которое ты сейчас пишешь, но я хочу вспомнить твое предыдущее. Вот, дорогие друзья, на самом деле, если вы зайдете на YouTube, и вы вобьете в поисковик Румыниан Рэпсоди, да, Румыниан Рэпсоди, да, как называется, очень красивое произведение румынской Рэпсодио. Короче, я когда лет 10 назад я услышала, это такая бесовая, так как crazy, crazy piece. Не, просто для бис, как анкор, это получится хорошо. Но я помню, когда в Майами они очень хотели, что сыграю эту музыку, они сказали, ты должен это сыграть. Да, потому что они очень, знаешь, американцы очень... Они хотят что-то всегда для анкор. Да, очень... Ну, я считаю, что вообще для биса очень хорошо подойдет и то произведение, и, собственно, вот эта вот новая фантазия, которую ты пока что еще пишешь, пока она в процессе. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Ну, ты знаешь, выбор очень интересный, и, конечно, вот мне любопытно узнать, ты же очень любишь русскую музыку, то есть не только римский Корсак, да? Вообще, твои любимые русские композиторы, это кто, помимо этого Корсакова? Ну, не знаю. В прошлом ноябре был Прокопьев, потому что я его сыграл. Восьмая соната, это было очень трудное произведение, потому что было для очень короткого времени, и я очень внутренне был там. И еще мне очень запоминал опера «Война и мир», и слышал «Война и мир» много раз, и он был очень-очень... Прокопьев, конечно, прекрасный композитор, да? Но не только Прокопьев, не знаю, если еще... Шостакович, Чайковский. Ну, и Чайковский, да, тоже неплохой, скажи. Кроме конкурс. Конкурс Чайковский плохой. Но бедный Чайковский. О, хороший композитор, конечно. Да, это точно, когда ты все правильно говоришь. Иманыч, а вот все-таки... То есть ты сейчас, когда начнешь выходить уже на улицу, наверное, ты все-таки вернешься к своему какому-то распорядку дня. То есть все-таки, если ты будешь заниматься, что у тебя сейчас в программе? Что ты играешь? Какие проявления? А, сыграю? Ну, я до... Месяц назад сыграл... Это было все... Ресталл был на тему «Эрос и Танатос». Я сделал такое. И значит, я сделал с «Эрос и Танатос» значит «Смерть и любовь». И я думал нисколько произведений, как «Бах, первая партия», сразу найти в Яначик пиано-соната, потом нисколько «Ампрунктию» Шуберта и «Двенадцать рапсодолиста», так я помню, да, и потом мусорские картинки из выставки. Значит, сейчас я все закончил этот программ, конечно, я выучил, но не сыграл, и значит, в октябре буду сыграть первое произведение, целый Шопен, потому что в Японии мне говорят «Гаррия». В Японии надо сыграть Шопен и Шопен. И если что-то нехорошо с Шопен, надо сыграть Фредерик Шопен, значит. Они любят Шопен, ничего другое. И Рахмайнов можно, да, но Шопен это самое лучшее. Значит, мне говорили, я хотел сыграть в «Морес Кашумана», но, пожалуйста, сыграй Шопен, Шопен это очень важно. И если можно, четвертая баллета. Не полонозе фантазы, потому что полонозе фантазы немножко трудное произведение. И значит, я выбрал хорошую программу с первой половины Шопена и второе отделение с моими произведениями и картинки с выставки Мусорского, которые я очень хотел сыграть. В конце концов, я думаю, надо в хорошем зале в Японии. Поэтому, ну, и я в ноябре тоже сыграл. Там в Японии «Соната Прокофьева 8» и «Прелудия Шопена 24». Значит, уже в короткое время я сделал несколько программ. Поэтому... Да, ты молодец. Для того, чтобы узнать детали, мне все-таки придется, видимо, перейти с тобой на английский, потому что очень интересная тема. Да, но я очень рад, что сейчас я не занимаюсь, понимаешь? Я очень... И знаешь, я начал сделать очень хорошую работу с компьютером. Я попробую найти, как работать с дизайном. Как дизайном. Это просто для меня смешно, скажем, да? Вот, Иман, или у меня вот вопросы. Ну, это такой сложный достаточно вопрос. Вот мы очень много вот в этих вот онлайнах, которые я провожу, обсуждаем с участниками, насколько важно сейчас вообще, ну, быть подкованным, то есть разбираться, разбираться в менеджерских всяких штучках, знать программы, знать, как работать в онлайне, да? То есть неважно, кто-то играет в онлайн-концерты, кто-то проводит онлайн-уроки, кто-то занимается созданием веб-сайтов, кто-то умеет дизайнерски оформлять афиши. Неважно, то есть за отсутствием концертов, да, нужно понимать, что ты еще умеешь делать головой и руками. Вот ты как человек уже, ну, как бы, концертирующий пианист, да, который постоянно, ну, собственно, катается везде, играет концерты. Вот насколько молодым людям, которые учатся еще в консерватории, вообще нужно заниматься сэлф-менеджментом. Это нужно или не надо этим заниматься? Надо заниматься сэлф-думать. Потому что это, конечно, не подходит сыграть только хорошо и сыграть быстро, и сыграть с хорошим звуком. Конечно, это самое главное, это естественно. Но это тоже надо в этом мире думать, как сделать хорошую программу, что мы хочем сказать с музыкой. Ну, это естественно. И я думаю, что тоже важно сделать хороший комплекс, можно сказать, даже, что ресайтер будет момент, момент, правильно, нет? Когда человек будет сделать что-то специфическое, ну, это можно сказать любовь, можно сказать, что это для, как церковь. Я скажу, церковь, это для меня ресайтер, скажем так. Или можно сказать, что это рок-концерт. Конечно, я не за эту тему, но можно тоже думать. Поэтому сэлф-менеджмент. Надо узнать, что ты хочешь сделать. Это первое. И потом сделаешь. И как сделать, это, конечно, трудно. Но можно попробовать. Так, так. Но, generally, I wanted to ask you about the fact that how it's important to stay tuned for manager staffs, like, you know, softs, different programs and something like this. Because, generally, you know that so many pianists are quite good, but they don't know nothing about management and how to self-manage them. Sorry. How I can know how you can self-manage yourself? I think that you have to to do the best to present yourself in the best way, no? So, you have to introduce yourself as a... You have to create an image of yourself which is not necessarily coherent with the one which you are having in the real world, no? This is, I think, quite important. Yes, but I ask you because, generally, you, for example, you have opportunity, you have talents to not only to stay near the piano and play the piano well. But, if you need, sometimes, you can also manage your posters or something like this if you want to do it extraordinarily. No, 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 no. So, for example, in Japan, you can also speak in Russian, because you have to do it because you have to do it You have to do it in Japan, you have to do it in Japan. у меня есть менеджмент там, который может сделать для меня афишу, но я откажу. Почему? Потому что я хочу сделать афишу, которая является в моем смысле концертов. Значит, у меня была Эросетанатус. Раньше было зеркало, это в ноябре. Значит, я сыграл Моцарт-Шопен, потом Моцарт-Прокопьев. Это было как зеркало, как Инь-Янг, и я сделал афишу, как Инь-Янг. У меня есть здесь, хочешь посмотреть? Это лучше показать чем-то. Ну, сейчас нам и Манури все покажет. Нет, на самом деле под фоткой... Рояль, посмотри, видишь, как... Вот. Да, Инь-Янг, короче, ребята, Инь-Янг. Вот такой, так получается, да? А вот этот, вот, и тоже здесь, кстати, Москва. Да, московская фотка, да, вид Москва. Да, и вот этот, ну, эту идею, я думал, помогает публика понимать, что я хочу сказать, что здесь музыка. И не только, я тоже написал сам ноты, которые напишут в программе, что я скажу, как я хочу сыграть это произведение. Что я вижу в восьмой сонате Прокопьева. Конечно, каждый человек видит что-то другое в этой сонате. А я видел, мне было ощущение, что в восьмой сонате Прокопьев начать как с снегом и холодный снег и горячая кровь. Понимаешь? Да, очень, очень приятно. Очень страстно. Да, но вот я думал такого и написал. И публика, особенно японская публика, понял. И это мне было очень приятно, потому что я думаю, что это важно, что публика нравится, что слушает. Не только что слушает два часа музыку, но понимает что-то. Да, да, я с тобой согласна полностью. А вот публика в Японии, публика, не знаю, в Италии, в России. Вот как отличается то, как слушают люди? Вот ты выходишь играть, все слушают по-разному. Да. Ну вот в чем отличие? Я не помню, это был Рау, который сказал или не Рау. Но такой большой пианист сказал, что он заметил, что в Италии нельзя сыграть Моцарт. Почему? Правильно. В Италии не любят Моцарта, да? Я не думаю, не думаю. А мне была очень неприятная ситуация, когда я сыграл в Германии в Филармонии в Хамбурге. И там артист и директор, менеджер сказал, пожалуйста, не сыграй музыку Архманова. Я хотел сыграть 10 с прелюди по 23, которые у меня были в программе, и я сыграл очень много, и мне было всегда приятно сыграть. Но она сказала, нельзя, потому что немцы не любят Рахманова. Я не знаю, это правда или нет, но она точно не любит музыку Архманова. Да, но в Хамбурге может быть, что это видно как не первый класс музыку, представляешь, какие они. В Японии любят, конечно, Шопен и Рахманинов, и в Италии любят Рахманинов тоже, конечно. Моцарт и Брамс, наверное, Шуман, не знаю, трудно тоже. Шуман в Германии, они умирают для Шумана, они, конечно, обожают. И я тоже обожаю Шуман, поэтому для меня всегда очень приятно сыграть в Германии. То есть один из самых твоих любимых залов, это, наверное, зал Элип Филармони, да? Нет. Нет? А какие у тебя, кстати, любимые залы? Вот назови несколько, три штуки, например. Самые крутые. Кстати, в ноябре, когда я сыграл в Minato Mirai Hall в Yokohama, было классно. Как один здесь? Да. И Gewandhaus Leipzig очень хорошая. А, кстати, мне очень понравилось, это смешно, но когда я сыграл там в дом Рихтера. А, в квартире Рихтера. В квартире Рихтера, там мне очень понравилось, потому что там это было рояль Рихтера. Просто это было такое ощущение сыграть на его рояле. Это был понятный его звук, пока я была в рояле. А квартира сама тебе понравилась? Там еще такой вид из окна. Ну, красиво видно на Москве, конечно. Естественно. Просто центр, да, центр Москвы. Имана, а какие самые вот, не знаю, самые запоминающиеся моменты, которые вот с тобой произошли в Московской консерватории, или, может быть, с консерваторией это не связано, но связано с Москвой, или связано, допустим, с твоими поездками по России, потому что ты ездил в разные города. Вот что тебе больше всего запомнилось из твоей жизни в России? И почему ты скучаешь, если ты скучаешь почему-то? Ну, я скучаю, конечно, тоже не только по жизни, но и по людям, которые были со мной там на Совете. И, конечно, была другая, другой, different time. Ну, как сказать по-русски different time? Другое время? Да, другое время просто. В консерватории сам я очень скучаю. Конечно, это было очень всегда приятно для меня. Знаешь, я всегда хотел, и это, наверное, психологический проблем у меня, что я очень хотел быть в комьюнити. А, в обществе? Да. В обществе студентов, что ли, или молодежи? Да, не знаю, очень хотелось. А в Милане у меня никогда не было. Я никогда не чувствовал это. И не чувствовал то, что в Мюнхене, где я учил. А в Москве, да. Поэтому это было очень важно для меня. Поэтому у меня есть толковка, это Moscow State Conservatory. Да, да, да. Который я... Я одержил в Мексику, в Японию, везде, везде. И все говорят, ух ты, that's cool, that's cool man. Да, да. Я думаю так. Да, это очень интересно. Но, ты знаешь, ты же очень много в Москве ходил постоянно на разные выставки, там, на всякие... Ну, то есть везде ты вообще побывал, где только можно было побывать, и в Петербурге тоже. И Рерих. Да, и тебе очень нравится вообще изобразительное творчество. Вот сейчас, в такой период, когда все равно нет концертов, но you should stay inspired by something. То есть тебе же нужно из чего-то вдохновение как бы брать. Какие виды искусств? И вообще, как ты сейчас находишь состояние релаксации? Ты очень выглядишь хорошо и расслабленно. Я знаю, какие у тебя есть хобби. Я знаю, что у тебя очень извлекает литература. И другие какие-то, ну, опции искусства. Вот расскажи нам подробнее, как ты... Ты хочешь... Я понял, что ты хочешь сказать. И ты хочешь расскажу, что я сделал Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan – это китайское военное искусство. И, конечно, ты знаешь, это очень, которое идет очень медленно. Но это военное искусство. И это очень, конечно, очень интересное в другом цене. Можно с Tai Chi, можно... Я сам выучил очень много вещей в Tai Chi, которые мне были очень полезны, когда я сыграл на фортепиано. А как это связано? Как? Вот какая связь? Which connection? Это трудно сказать по-русски, я думаю, потому что... Но я могу попробовать. Interesting. No English is better. Я попробую. Давай. Есть... Например, когда я начал Tai Chi, у меня была очень большая тенция на плеч. Очень много. Очень много. Просто тоже Вирцаладзе очень много говорили. На плечах это значит. На плечах, плечах. А, окей, окей. Да, я просто у меня была. И Лиса Константиновна очень много говорила об этом. И я просто... Я не понял. А потом понял, когда я сделал Tai Chi. Потому что ты расслабишь. Но что-то главное, что ты не только расслабишь, но ты сделаешь интенсию. То, что когда ты ударишь, ты знаешь, где ударишь? Нет, скажем, нет... Этенция, но ты сделаешь. Понимаешь? Это... Не, не понимаешь. The intention. You understand? It's the most important. It's more important than just do something. So, you don't have to put force in it. The force... You just put the essence of the force. Another thing, it is the heaviness. So, you divide your body by two. The head is very light. And the legs are very heavy. And the legs absorb the power from the outside of the body. So, you put down everything in the ground. И, кстати, по-русски можно также сказать, что Tai Chi это очень похоже на русское военное искусство. Да. Которое называется, ну, система, спецназ. Система. Серьезно? Ты мне никогда об этом не говорил. Очень, очень похоже. Да, конечно. Очень похоже. И очень интересная спецназ. Подожди, Иван, сейчас расскажешь про спецназ. А ноги, получается, у тебя сейчас очень сильные, да? Очень сильные. Кстати, да. Кстати, да. Кстати, да. И это тоже... У меня была тоже проблема, когда я сыграл с педалом. У меня была тоже тенсия в ногах. У меня была вообще тенсия везде. И теперь я очень спокойно сыграю. Вот такой просто... То есть, все заживы проходят, и как бы приступает полная релаксация, и, в общем, все классно получится. Ребята, давайте заниматься Tai Chi, короче. Ну, Tai Chi, это Tai Chi должно быть, должно быть облигатурой, компульсорой. А, то есть, это должно быть обязательно для всех. Ну, да. Ну, это похоже на йога, ты можешь сказать. Но это не йога. Это другой бата. Это военное искусство. Искусство. Мы знаем тоже искусство. Поэтому ты можешь найти в каждом искусстве что-то связанное с другим искусством. Поэтому это очень полезно. Просто полезно. И спецназ я смотрю очень много видео там в интернете. где есть такое рябко очень хорошее. Он был, я не знаю, генерал ФСБ, ну, КГБ тогда. И он, кстати, есть фотография с ним, и мой профессор из Tai Chi тоже. Они вместе. И он занимается вещей, которой вообще можно даже не верить, что он занимается тоже энергией. Потому что, когда ты занимаешь Tai Chi на очень высокий уровень, ты сделаешь энергию. Энергию. Значит, есть в китайский Тан Тен. В этом местах. Тан Тен – это место, где всю энергию проходит. Через живот, что ли? Живот, можно сказать, да. Через там. Здесь? Да. И ты там можешь найти что-то очень большая сила. То есть это как бы главная точка такая, да, энергия? Ну да. Ну да. Я вспомню, когда очень много профессоров на фортепиано тоже сказали, что надо спиной здесь. Но тоже одно… Понимаешь? Ай! Ой! Ничего страшного. Вот и здесь, и здесь. В одном местах. И звук идёт очень точный. Я после взрыва Tai Chi у меня очень точный звук. Очень глубокий звук. Очень интересно, потому что, когда я работаю, работал на уроке с Погорелич, мы работали на найти центр звука. В Атисах. В Атисах найти центр звука. Я думал, что… Ну, он сказал, что я нашёл. После Атисах на один нот. Почти. Мы играли так… У Мореска Шумана. И… У меня было ощущение очень похоже на Tai Chi. Просто… Я думал, зачем я эту работу сделал? Я смог только с Tai Chi сыграть это. И не заниматься два часа. Но… Это почти как эзотерика какая-то. Это почти как какая-то магия. Есть что-то магия из этого. Но это не так. Это просто физика. То есть это просто очень-очень мощная физическая подготовка, которая как бы преобразуется, трансформируется в энергию. Так? Да, потому что это внутреннее военное искусство. И не откровенное военное искусство. Карате откровенное, скажем. Ну, я поняла, да. Не откровенное. Но внутреннее. Да, да. Поэтому… Очень интересно. Я могу больше сказать по-английски об этом. Но неважно. Нельзя. Я тоже нехороший. Я не занимаюсь хорошо Tai Chi. Но что-то я очень хочу сказать. Если будет всё хорошо с вирусом, если… И в следующий год я буду делать это с мячом. С мячом. С мячом. С мячом. Китайским мячом. Это вообще… А, Иван, сколько лет? Сколько лет ты уже практикуешь Tai Chi? Да, уже пять. Пять лет. То есть, получается, сейчас там какие-то есть уровни? Ну, то есть, как раунды такие. Это сейчас какой у тебя раунд? Что ты в следующем году будешь с мячом? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Когда хочешь. Я уже сделаю целые формы на Tai Chi. Это значит, это хорошо. Ну, такой… Миддл уровни, но… И потом сделать это до конца жизни, но… Поэтому не видно, какая разница есть между… кто значит и кто… Я просто не знала. Я думала… Это внутренняя работа. Но… Не, не, не такие. Не как караты. Есть тоже симуляция fight simulation. На двоём. Это симулятор борьбы, да, как бы… Да. Ну, это я сделал уже, и это тоже неплохо. Поэтому… Я думаю, это всё очень полезно, потому что ты тоже понимаешь, как другой человек думает, как другой человек сделает, когда ты… То есть психологическая атака, ты просчитываешь… Это… 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 Как камерная музыка, видишь? Ну… Скрипка, значит… Как скрипка сделать, ты тоже сделаешь, как пианист. То есть ты чувствуешь своего противника, чувствуешь его. Это так. Точно. Совершенно верно. Знаешь, ты так интересно, так здорово рассказал ещё и по-русски об этом, что я думаю, что сейчас все побегут… Да, да. Я знаю, сколько ошибок я тогда говорил, но неважно. Снимание, снимание, всё было понятно. Я к тому, что сейчас все после этого эфира пойдут записываться на курсы Тайчи, если они такие есть. Я не знаю. Потому что… Слушай, даже у меня… Вот я сколько раз от тебя слышала о Тайчи, но вот только сейчас мне вот прям тоже захотелось побежать и записаться. Слушай, Иман Иль, а вот по поводу литературы. Ты очень много читаешь. И читаешь часто в оригинале, потому что ты знаешь разные языки. То есть ты же знаешь… Получается, смотри… Да, да, но… Я не читаю по-французски и думаю… Французский, румынский, английский… Русский… И что? Не, я читал кто-то итальянский. Ну хорошо, а что ты сейчас читаешь? Ты читаешь очень крутые книги, очень умные, очень глубокие, философские, исторические… Нет, я читаю как все люди… Все… Я читаю… Сейчас я читаю романс, ну, Александр Дума. Поэтому это не… Ничего… Особенно ничего… Да, я поняла, ничего сверху… Да, но перед этим я читал… Я читал очень много вещей из Японии, из Китая, из философии, конечно… Ну, все такие вещи… Но, конечно, это… Можно читать… Все читают, поэтому… Ты знаешь, мы недавно в одном из онлайнов обсуждали интересную вещь, которая совсем недавно стала популярна в Москве. Я могу перейти на английский, если хочешь. Не хочешь? Не, наверное, никто хочет по-английски сейчас… Не знаю… Ну, можно по-английски… Хочешь… Мы, короче, говорили о саунд-дизайне. Саунд-дизайн. Да. И, соответственно, о том, как музыку могут писать, ну, опять же, к разным… Ну, допустим, к фильмам там, да, или к каким-то играм. Просто вопрос, почему такой возник… Why we are speaking about… Because, actually, people think how to… For other possibilities, apart of concert activity. How to earn money. How to, you know, stay musician in this difficult situation. So, that's why I wanted to ask you… Your relation about the sound design and… Some kind of this. Did you have this experience? And what do you think about… I don't have any experience about… I don't know anything about… Apart of the fact that… Sometimes… I do the recording of my concerts. And I combine microphones by myself. But this I do with my computer at the lowest level possible, too. Somehow… Sometimes… Works better than professional. Sometimes. But just because professional is not very good sometimes. It's not because it's me good. It's true. It's true. It's true. I do very basic things. So, I don't know nothing about… And I think it's, of course, a very good idea to make… To explore different ways to develop your own talents and your own capacity to… You know, the music is a very big universe. No? And you can do many things in it. You can do, for example… Composition for movies, for example. Yes. Yeah. Which is something that I would love, too. So… And… I had more experience about. I had… I had… I had… Small… Small movies. Short movies. But because it was fun. You remember the story, so… No, I remember… I remember the story, but I also remember that it was quite… Quite positive experience. And it was… Yes, yes. I… You know, I like to find the essence and the… The reason something is made for… I mean, you see a movie and you think, what… This… Personage wants to say, no? And you try to invent a music which is related to this. So, to this story. And that's why you have to… Combine different elements and this is very funny. And also, you have precise time, sometimes, no? So, you have to do… For example, it was this very funny that in the movie, I had to compose a very short video game. Because… The child was playing the video game game. No, video game, simply. And I had to make music of the video game. Yes. I remember this point, yes. Yeah, where… Also, he makes game over… No? 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 No… So all these things I had to make too And this was very fun And so this stuff is of course Very useful to Explore, so sound engineering I suppose also Is one of these ways Because you know Generally people have Different relation to these Online technologies and of course They're not so happy about Somehow anyway Any, I think every artist To develop Himself as I don't know As a specter of possibilities Many possibilities To have artistic career But also for example Sometimes I think that hobby can enter Also very intensive Somehow in your life And also create something new I remember that In your life you had created so many things For example connected with movies Again Like road movies Or something like this It was Ah, in a přežitie But not only I mean also in your trip When you had When you were traveling somewhere You were making small movies About With music With photographs With small videos Inside Yes, yes, yes This is true I made You remember For Yoshito I made When he did ghost examine I made a video for him To celebrate him And it was About And also I made movie about him It was 007 style Because after After ghost examine He was in smoking And I made some video Of him And I was the Pratifnik I was the bad guy And We were doing The fight And The movie name Is 0000 That's very typical Of Yoshito You know It so seems You Because You have Everywhere The concept The concept Is the main For you And you know Sometimes I'm thinking That This strange period In our life Can really Associate With some kind Of music Or some kind Of gems And So If I will ask you Do you have Small association About the music Which comes to your head What do you mean And Describing this period Of Self-isolation Ah Self-isolation Yes For example When somebody Asked me I answered That For me It's completely A violence Not a bayanachik You know Because Misty Because it's Very misty And very Without life Somehow Stockhausen Ah Why Because it's Interesting No Because it's Shit So Shit in Situation I think Shit in Composer I think Shit in Composer Yes Shit in Situation Is completely Equal To the Shit in Composer I suppose So No And a part Of this I suppose That Probably We can Think about Some Something very Human Because At the end What is Missing To all of Us Is the Human Contact You know And We are not Meeting We are not We are People doesn't Go to work People doesn't Meet other People And Perhaps Beethoven Can be Something A composer Which is Very Human Moral And Human So This is Probably Something that Would be Needed After The Isolation But Unfortunately This year Is his Anniversary And we are Missing the season Completely So I mean It will be Okay But later We can Anyway I think This is Very important Because after The isolation People will Need to And I think Even it will Be Opposite The fact That more People will Follow concerts More people Will go to To listen Something beautiful Because they Missed Beauty And when You miss Beauty Of course You then You are like Thirsty And you want To drink More And that's why People will Go to Museums My mother Already Said That's what Things she Will do When it Will be Open She will Go to Some Museum Which by The way Are of Course All Close So For example To go to An orchestra Concert I think It would Be Beautiful Even I I don't Go to La Scala Never Because I Don't like What they Are doing So I'm Very polemic With them So But perhaps I will go To listen On opera Because it's Something that I feel That I need Of course So Yeah And what About other Activities So your Mother will Go to Museum At first And what You will Do the First Thing Which you Will do After I will Have a Big walk With my Dog Poor Him I have To think About him No it's not About me Oh wow Big walk No I mean He really Needs to To have To have A little Bit to put Out the Energy Of course Because I Can Let's say I I can Resist Home I can Do many Things But For him Is Tragic And he Doesn't Understand Why You know So this Is Of course Impossible To explain To dog What is Going on Yes Yes So anyway I think Important is To keep Positive Basically Because They think It will Be somehow Resolved By somebody And the Entire World Wants To resolve It So And I know That probably It will be Big economic Crisis Probably For several Countries Italy probably Will be One of These Countries Which will Be Hitten Very Strongly By Because Political Choices It was Made Etc Etc And You know Important Is to Keep The Relation With Humanity Yeah Yeah But stay Positive Please Because We understand But You know What Two days Ago I had Online With Another Person And She Told Me That I Don't Know Some Kind Of Document Exited And Like Now You know Everything Like Timetable What Will Open Next Or Something Like This And She Told Me That All Concours Would Be Open Only In December January In Russia Not Not In Russia In Italy She Was Speaking About Italy Really This Would Be Disappoint Did You Know Something About Because Actually I Thought If She Knows I Can Tell You That It Was Three Days Ago I Spoke By Phone With Mont Saint John I Told You That I Spoke With Him By Phone And He Told Me That He Theoretically Has A Concert In June In Milano And They They Didn't Cance It Can Be Online Concert When He Plays No 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 I Mean He Could It To Be With Orchestra Yes Concert Goes So No It's Impossible I Don't Think It's Possible And You Know So He He Of Course Thinks That It Will Be Deleted I Personally Don't Follow Anything About If You Would Receive The Proposition To Play Online Concert In The Hall So When The Rows Are Empty But Generally You Play With Normal Grand Piano And Normal Technic Do You Agree For It Absolutely Why Not Absolutely I Would Be Happy Yeah Because Generally You Know We All Different Questions Different Answers About Because People Think People Think That It Will Not Happen The Connection Between The Audience Because No Audience And The Performances It Is True That The Relations Between Audience And People Is Very Important No So For Example I Can Feel The Audience Reaction Sometimes I React To The So If The Audience Lose Attention I Kind Of Feel It And I Do Musically Something Special Like For Example I Do One Crescendo Which I Didn't Plan I Try To Catch Of Course And This Is Very Important When You Do Music Because That's The Reason Personally I play Better In Front Of Public Than When Alone But In Front Of Camera It Can Be Fine If They Are Listening If There Is Any Way The Tension No I Think It's Possible To Do A Very Good Reciter And What Do You Think About Online Master Class For Example If Also You Would Receive The Proposition Master Class Yes For Example You Are Teaching And Somebody Want To Take Your Lesson Because Of Course I Think That Many People Yeah My My Friend Yoshito Who Is Teaching In The University Of Tokyo He Is Doing This Constantly Every Day Because They Ask Him To Teach Online He Is Getting Crazy Because He Is Teaching Of Course Many Hours Per Day And To Listen The Sound By Phone Of Course It Not So So Pleasant But How To Say To Do Occasionally Few Hours Absolutely Possible The Best Way Probably To Send Recording And Then To Comment And To Send Back But Actually I Think That It Better To Combinate To Different Possibilities Yes Like You Can Also Teach Online And Then For Example You Are Closing Your Phone You Are Stopping The Lesson And Then The People Download This Recording And Send To You Of Course Then You Are Listening And So On Back And Then Again In Online It's A Combination Yeah Possible Yes Anyway It's Very Difficult And Simple At The Same Time How To Say Anyway Important Is To Have Good Sound No So But Possible To Do Online Lessons Why Not Why Not Important Is Not Too Maybe Because You Should Really Getting Crazy Can You Teach 10 Hours Per Day Online On The Phone It's Just You Can Get Mad It's Great You Know But But During This Strange Period I Also Will Share Something Nice With You I Had The First In My Life What So I Was Moving The Different Subjects I Was Taking One Pose And So I Was Commanded By Photographer From My Phone And Through My Phone And You Know So Many Good Photographers I Know This Well It Was My Friend And She Makes Beautiful Photographs And Of Course For Her It Was Also The First Experience But You Know It Was So Interesting It Was So Fine Somehow Because When You Are So Much Involved In The Process You Can Really Can You Can Move In The Camera Finding One Good Position So 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 Yes I Can You Can Catch The Eye Of The Photographer Yes And Also Understand His Thought Or Her Thought Yes Yes Beautiful Beautiful I Think That I Received New Fantastic Experience And Also Another Very Very Funny Thing Today Before Online I Wanted To Do Something Italian In My Life To Feel The Wave And I Decided To Prepare I Cooked Pasta With What With Back And By This Lesson I Received From You So It Was Deep Perfect You Would Be Proud About Me You Have Pasta From Me Yes Of Course I Mean Not From You I Received The Lesson How To Ah The Lesson I See Okay Yeah I Am Not A Great Example I Should Say But If You Are Satisfied I Wanted To Ask You Probably Also You Had Upgraded Some Skills Of Your Cooking Or Not No 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 I I Am Totally Unable To Do Anything I Am A Real Disaster No It Not True You Know I Wanted To Ask You About Just Your Experience In The Concert In Artistic Life I Know That Both Of My Projects Generally They Were Enough Crazy For You And This Is This Is Fine Because You Know That I Trying To Do Some Experiments About Chamber Music And Attract People For This And So On But A Part Of Them A Part Of This Project Which Other Interesting Experience You Had In Your Life When Something Was Catching Your Eye Was Really Going To Your Soul So I Can Tell You Easily That For What I It's My Experience It's Always A Very Typical Concert Idea So For Example I Go On Stage I Play I Do For Example Now In Japan I Tried A Little Bit More Special I Tried To Involve The Public And By The Way I Didn't Say You That Also I Do This Collaboration With WVF That I Also Tried To Make The People Donate For The WVF To Help Health Animal Animals Life And Try To Avoid Global Warming And Things No Yes I Thought It Connected With Ecology With Ecology Exactly So And I Tried To Connect This Inside My Recital Idea Like Ape Sonata Prokofio For Example It's War Sonata Next Our War Will Be Environment War So To Live Ecological So Yeah But This It Was My Idea So This Let's Say It Was Most Extreme Things I Did But What I Liked Especially It Was Your Project In Moscow Especially Metro Concert Art For Me It Was Very Special As See As You Know For Me It Was Very Involving It Was Very Immersive Magic Somehow But Okay Okay This Is True And It's Very Pleasant For Me Really Here But Generally Do You Like To Have Conversations Between You And Your Audience I'm Speaking About Moderation But Probably Also About Another Form Just To Have Contact Probably Not During The Stage But Probably After Or Before I Think But After You Know After I Am Completely Crazy After Playing I Don't Understand Nothing People For example It Happened To Me This It Was So Funny Because It Was Three Years Ago I Played In The Wigmore Hall In London And It Came To Me Critic Which I Knew And He Told Me Some Phrase About My Performance And I Was Say Like This And After I Found Out That He Wrote In The In The Rechension That I Said To Him Several Things Like I Never Did I Always Loved Military Or Something Like This But I Never Say These Things Probably I Say I Don't Remember What I Said So You Understand I Always Have Different You Know After All This Adrenaline You Are Getting After A Concert It's Very Difficult To Be Sane And To Be Straight It Happens So Many Times Also In Japan The People Are Coming To You And They Give You Presents And You Have To Say Thanks To Everybody But It's Crazy To Remember Everybody I Try To Be Always Kind With Everybody Actually Because I Like To Have Relation To People But Difficult To Speak After It's Very Difficult And It's Especially Difficult For Example I Remember Also In Japan I Played In One Place And Yoshito Was Translating What I Was Saying So Between Me Which It Was Crazy And Yoshito Which Was Translating Completely Other Things I Think Probably Didn't So Main Thing Is I Think To Play Good Piano To Make It Good Moderation Is Fine But Basically It's Not My Job I Can Do It Before I Can Speak As You Know I Can Nothing Is Stopping Yes I Understand Of Course This Is Very Personal That's Why I Am As Yes You Are Right It's Personal Exactly You Are Doing Very Good For For You Are Like A Everybody Concentrates On You Oh Look The Star Look The Star True Just You Know My Role Is Very Simple I Just You Have The Charisma For Do It Well This Is Very Important So Charisma I Think It's The Main Thing And For example There Are Good Musicians Without Charisma Without Stage Charisma And There Are Bad Musicians With Good Stage Charisma Too So And There Are Of Course Both Good Charisma Etc Etc So These Four Categories I Hope To Stay In This Group So So You Know And Sometimes These Things Are Moving Changing Success Is Not Important But I Mean You Are Entering In This Group Or Another Group I Mean Important Is To Try To Make It As Best As You Can In The Thing So I See Is It Your First Online In Your Life Tell Me In My Life In Your Life Yes And Because Of It I Open This Beautiful Instagram Yes It's Impossible To Follow You I Just Wanted To To Follow You Of Course No 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 Way In Facebook Yes In YouTube Because You Can Find Beautiful Beautiful Recordings From Different Halls All Over The World By The Way Yeah Unfortunately Recording Which I Have Are Quite Old No Ah By The Way Several Days Not Several Days Several Weeks Ago I Received One Request From My Audience That Download Some Video From A Money Remote And I Received By The Way Your Video And Now I Ready To Do Very Soon I Will Publish This Recording From Emanuel And Actually My Desire To See You Again Here And Invite You One More Time At Let's Do It I Will Not Cancel This Account Anyway Nobody Will Follow Me Because Don't Follow Me Yes But You Know It Was Like Exclusive Interview By Emanuel Emanuel So We Have 25 Second 24 Emanuel Thank You Much By Tining Precisely I Didn't Know I I Can I Tell Всем Пока Спасибо Что Все Зрители Что Слышали До свидания Всем Пока Пока Emanuel Спасибо Теб Большое Да Это Мои Плежа Пока Пока Пока